Мы продолжаем самое доброе утро. На улице весна, все цветет и пахнет. И даже наша студия не является исключением. И сегодня у нас настоящие живые цветы. И к нам в гости пришла Ксения Субботина. Она представляет цветочную мастерскую Дом Рос. Ксения, самое доброе утро. Здравствуйте. Мы сегодня с вами поговорим о флористике, о тенденциях в мире цветов. И у вас в руках красивейший букет. Вы сами его собрали? Да, собрала его накануне лично сама. У меня первый вопрос. Действительно ли существует мода на букеты? Да, мода на букеты существует. Как существует мода на одежду, на кино. И, конечно, есть свои тренды в цветочном. Вот этот букет в тренде. Он модный в этом сезоне? Да, в этом букете есть элементы тренда, есть элементы моды на цветочной композиции. Например, это вишневый цвет. Здесь он представлен немного таким глубоким, как хотелось бы. Это рукотворные элементы. И это отсутствие какой-либо упаковки, как вы видите. Да, вот за последнее время, я могу ошибаться, конечно, но как минимум два года уже стали модными букеты из живых цветов без лишней искусственности. Ну, мне вот это очень нравится. Да, это привлекает, импонирует, действительно. Да, потому что идет постепенное приближение нас к Европе, к европейской моде. Европейцы вообще отвергают какую-либо упаковку, какую-либо искусственность. Сейчас это экологичность, все чистое, натуральное. И материалы поэтому используются таковые. И также в цветах, в принципе, это... Вот наличие рукотворных элементов, он же делает более трудоемким создание букета. Согласна, но это только, во-первых, в порах. Постепенно эти рукотворные элементы становятся, как правило, используются постоянно. И от этого увеличивается скорость работы. То есть не так много времени... Да, то есть это буквально там первый раз, а потом уже все. Вот с таким букетом куда можно пойти? Кому его можно подарить? Ну, этот букет такой универсальный. Его можно подарить и девушке, можно подарить мужчине-начальнику. Понимаете, может быть, вам покажут, что он слишком романтичный для мужчины. Но здесь, если вы увидите, кроме хризантем, не использовано ничего такого особо трогательного. Здесь формы все очень вытянутые, розы стоят очень высоко, здесь тюльпаны. То есть нет излишней романтичности. Я считаю, что этот букет можно подарить и мужчине. А давайте проверим, у вас в студии есть мужчина, и посмотрим, как я буду смотреться с этим букетом. Давайте, передавайте, Ксения. Пожалуйста. А вы оцените, скажете, как? Ну вот, в какой стороне лучше? Вот так. Ну что, скажешь, Наташа? Вполне. Тогда я вручаю этот букет тебе. Отлично. С самыми теплыми пожеланиями. Как вы считаете, в нашем городе флористика развивается? Она успевает следовать трендам и моде? Либо это какие-то более... Ну, я вас поняла, ваш вопрос. Он довольно сложный, неоднозначный. Есть несколько мест, которые, в принципе, я бы могла назвать довольно неплохими в ассортименте цветочном, в каких-то работах. Но, опять же, город нужно приучать. Пока покупатель еще не очень готов к креативности, не очень готов дарить небольшое количество цветов. Но пускай они будут интересно поставлены, люди больше хотят массой покорить. Хочется 101 алую розу? Ну, да. Если, например, существует какая-то нужда подарить какое-то большое количество цветов, это обычно бывает... Пускай подарят лучше 100 роз, чем можно на эту же сумму было бы сделать что-то намного более оригинальное. Я как раз хотел узнать по поводу классики. По моде мы поговорили, по новым тенденциям тоже. Но классические варианты... Вот лично я назову себя консерватором. Классические варианты, они ведь тоже в ходу. Они тоже красивые. Они потому и классические, потому что принимаются большим количеством людей. Да, да, естественно. Но эта классика, опять же, немножко трансформируется под вот эти тренды, которые сейчас есть. Если букеты, если идет речь даже об обычных цветах, то букеты, они становятся более рыхлыми, более какие-то воздушными. То есть отсутствие какой-то либо упаковки, опять же, на это очень сильно влияет. Ну и, опять же, набор цветов. Есть четких форм? Нет, форма обязательно должна быть форма 100%. У любой композиции должна быть форма. Это у нас круглый букет? Нет, может перевернуть его, вы видите, он вообще неровный. То есть он асимметричный. Букеты могут быть и круглые, и вытянутые. Формы существует огромное количество. Есть букеты жезлы, ниспадающие букеты. Можно делать всякие сумки из цветов, вееры, зонты. То есть тут вообще можно сделать невозможное. Фантазия не конечно. Но форма должна быть, да. И, опять же, классика, да. Классика, она, конечно, всегда есть и будет. Это именно в качестве набора цветов. Ну что ж, Ксения, спасибо вам большое, что вы посетили нас, просветили по поводу модных тенденций. Потому что праздников в году достаточно много. У всех есть любимые жены, мужья, друзья. И мы обязательно, я думаю, будем иметь в виду наши знания на эту тему. Ну, а генеральный спонсор программы «Самое доброе утро» это кофе Павлик Президентий. От него и от нас примите этот небольшой сувенир. Спасибо вам большое, что вы нас посетили. Спасибо. Спасибо.